Давайте поговорим вообще о постах с вами, чтобы вы знали, что это вообще за лечение, зачем это надо. Посты нужны для очищения организма. Это естественный способ очищать организм. Предназначены они для того, чтобы разные виды очищения, разные виды постов. Можно судьбу очищать постами, свой характер, а можно тело. Если хотите, сначала поговорим о характере. Для того, чтобы очищать характер, достаточно простой пост на воде. Пост с водой. Это самый простой пост, безобидный. Воду пьете сколько хотите. Можете выбрать один из двух вариантов поста. Или вы поститесь до обеда, или вы поститесь весь день. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Черное море, Анапа. Много светлых лиц. Две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Поститься до вечера и кушать вечером я вам запрещаю. Это разрушает здоровье. В религиозных целях кто-то это делает, это их дело уже. Но с точки зрения лечения или до обеда и выходим в обед из поста, или выходим утром на следующий день. Без вариантов каких-то других. Понятно, да? Пост на воде. Как лечить характер? Если вы чувствуете, что у вас, ну вы такой слабый человек в обществе, вас не уважают, а обещания вы свои не держите. Как бы вот у мужчин это выражается в том, что девушки не любят, как-то не уважают, не ценят. Вроде познакомилась, потом бросила. И человек не сильно заметный в обществе, у него трудности с тем, чтобы себя уважать самого. Вот это ваша вакцина как бы касается. Пост в воскресенье. Проблемы в отношениях с солнцем. Влияние солнца неправильно. Кадыши дадут духовное развитие. А я вам говорю о характере сейчас. Понимаете? Если вы думаете, любой пост будет характер развивать, я вам говорю, что каждый день недели связан с развитием каких-то черт характера. И это не только я знаю. Это знали все древние. Вот допустим, Sunday. Что это? Как переводится? Солнечный день. Это что такое? С английского как переводится? Воскресенье. Monday. Moon day. Moon это луна, день это день. И так далее. Понимаете? На многих языках мира все эти дни, недели так и переводятся по планетам. Понимаете? Они так и переводятся. Вот. Поэтому просто примите. Я изучаю это много, долго уже. И знаю точно, как это работает. Я видел примеры, как люди меняют свой характер в результате таких постов. Вот. Также пост воскресенье укрепляет иммунитет, дает возможность выполнять свои обеты, продвигаться по службе, улучшать свое социальное положение, становиться ответственным и для мужчин красивым. Потому что мужская красота — это ответственность. Сила ответственности вызывает в женщинах восторг. Им нравится такая вещь. Вот. Дальше. Когда человек чувствует, что ему очень трудно устанавливать отношения с близкими людьми, у него в отношении с близкими людьми пропасть, преграда какая-то. Если человек чувствует, что у него нарушен сон, если человек чувствует, что он очень чувствительный, раздражительный, склонный к перегрузкам психическим в общении с людьми, если человек у женщин нарушен, ну, болезненный месячный или цикл нерегулярный, нарушенный, то это значит, что поститься надо в понедельник на воде. Если девушка не может долго выйти замуж, холод у нее в сердце, полюбить никого не может, пост в понедельник. Дальше. Если человек безвольный, у него слабое пищеварение у мужчин, часто бывают нарушения в семени, то есть нехватка семени в организме. Если человек чувствует, что у него трудности какие-то с тем, чтобы отстаивать свое право на что-то, он такой слабовольный, не может соблюдать режим дня, сил не хватает на работу, продвигаться внутренне по службе, в отношениях там отстаивать свое, доказывать. Вместо гнева, слезы и обида, это значит, что нужно поститься во вторник. Ну, у женщин обида, слезы, это нормально, а я говорю мужчин. Вот, это значит, нужно вовсе спаститься во вторник, и это значит, что плохая связь с Марсом. Понедельник — это луна, да, луна отвечает за семейные отношения, а вторник — Марс. Воля, плохопищеварение, мужские половые функции, матка, если в тонусе находится, выкидыши, тоже пост во вторник у женщины. Неспособность отстаивать свое мнение, слабая воля, или наоборот, человек очень агрессивный, отстаивает свое мнение постоянно. Всех диспортирует, тоже пост во вторник. В среду, вам не скучно? Нет. Такая тематическая лекция, я в основном вас развлекаю, пою, танцую, а здесь, как бы, вот я не развлекаю, вы, наверное, спать начинаете потихоньку. Может, вас развлечь как-то? Ладно. А вот это другое немножко, понимаете? Есть религиозные посты, причем здесь некоторые говорят, нет-нет, вот именно в этот день ты любовь к Богу получишь. А другой говорит, нет-нет, в этот день. Знаете, что религиозные посты означают пост в вашей вере. Вот во что вы верите, там связь с Богом и идет. И именно в этой вере и надо поститься по тем дням, которые вам вера указывает. Есть религиозные календари, посмотрите, где надо поститься и поститесь там. Для Бога, понимаете? В это время пост для чего нужен? Чтобы энергия для молитвы высвобождалась. Если вы поститесь и в это время занимаетесь непонятно чем, тогда это не бесполезно. Пост нужен для того, чтобы больше думать о Боге, молиться. Вот силы высвобождаются для этого, в этом смысле. Каждый в своей вере берет пост и находит. Религиозный пост улучшает духовную силу и способность побеждать судьбу. Связь с Богом увеличивается. У каждого человека в своей вере. В среду, когда человек чувствует дисгармонию с погодой, постоянно погода изменилась, заболел. Ему трудно общаться с людьми, у него нет контакта, друзей мало. Друзей мало не с близкими людьми, а просто с людьми, с обществом. Речь слабая, ему тяжело выражать свои мысли. У человека дисфункции в теле какие-то, постоянно там, то там дисфункция, то там. Ритм сердца страдает или дисфункция желчеводящих протоков и так далее. Это значит, что ему надо поститься с водой на воде в среду, и у него связь плохая с Меркурием по жизни. Если человек чувствует, что ему трудно вдохновиться чем-то в жизни, он такой невдохновляемый, депрессии часто бывают, ему трудно выбрать себе наставника, свою веру в жизни трудно найти. Человек также чувствует, что у него не хватает силы, энтузиазма развиваться, работать над собой. То в этом случае надо поститься по четвергам. Плохая связь с Упитером. Иммунитет обычно плохой, тоже слабый у этих людей. Дальше. Если человек чувствует, что счастья нет в жизни. Вот нет радости, счастья нет. У женщин также часто депрессивное состояние, такое слезы, постоянная обидчивость, ничего не радует. Нарушения гормональных функций у женщин бывают. Нарушения веса, допустим, часто полнеют сильно или наоборот худеют. У мужчин нет радости в жизни, нет радостных, добрых отношений с людьми. Мир этот непрекрасен, природа не нравится, ничего не нравится, все пусто. Пост в пятницу. Очищается чувственное восприятие мира. Чувства с миром начинают контактировать. Связано с Венерой. Если человек чувствует, что жить стало очень тяжело, работы нет, семьи нет, суды-пересуды, ипотеку взял отдать не могу, проблемы с властями, из России удрать хочу, здесь тяжело жить не могу, куда-нибудь в далекие края, где лучше всегда. Напряжённое отношение со всеми — это пост в субботу. Значают плохие отношения с Сатурном. Пост на воде в субботу. Разобрались по дням недели, связаны с характером посты? Я уже... А если вообще не кушать, то помрёшь. Спасибо за вопрос. Как-то развеселились хоть. Спасибо вам, это без вас было как-то скучно. Да, то есть некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, мне всё нравится, я пощусь всю неделю. Значит, я вам обещаю, что в этом случае ничего хорошего не будет. Силы человека могут войти только в один день. Понимаете, не поститесь два дня подряд. Это глупость. Понимаете, не нужно издеваться над своим организмом. Понимаете, мы делаем глубокое лечение. Бег на месте до изнеможения. Высоцкий пел об этом. А если вам совсем не мёдся, занимайтесь чем придётся. Бег на месте до изнеможения. Ну то есть он смеялся над теми людьми, которые глупо занимаются спортом, вот этим всем. А если уж говорить о спорте, знаете, самый лучший бег, это когда тебе нравится бежать. Самая лучшая гимнастика, когда тебе нравится делать гимнастику. А если, ещё немного, Василий Петрович. Это не бег, это издевательство над собой. Радуйтесь бегу, радуйтесь воде, радуйтесь природе, радуйтесь солнцу. Тогда во время радости идёт лечение. Если вы себе ставите цель, сегодня я бегу километр, завтра полтора, завтра три, это не лечение уже. Это просто вы себе доказываете, что вы крутой. Один раз в год. Если вы не бегаете раза два в неделю, о беге смысла нет говорить уже. Я просто вот иногда бегаю, потому что опаздываю куда-то. Раз в год. Это не спорт. У нас нет никакого образа жизни. У нас есть во что-то вера, и мы действуем. Вы не понимаете, хорошо? Расскажу, расскажу. А если у меня образ жизни такой, что я душу в трубочку? Что это значит? Это значит, что я просто чего-то недопонимал раньше. Сейчас я вам объясню кое-что. Вот смотрите, если у вас есть любимый человек, вы найдете с ним время встретиться в течение дня на свидание? Честно. Найдете? Или не найдете? Вот любимый, сильно любите человека? Конечно. Конечно, найду. Точно так же зарядка. Если любите, будете делать. Я говорю про то, что воду пить. Я, например, в первую половину дня плю воду, начинаю ездить после полутора. Вы говорите, как... Да, нормально, супер, отлично. Я так же делаю тоже. У нас с вами похожие идеи. Нормально. А если вы говорите о том, что образ жизни такой, что зарядку некогда делать, это значит, что вы хотите просто проэкспериментировать со своей жизнью. Нет, понимаете, я не про вас вообще, про все. Если хотите дышать в трубочку или какать в трубочку, тогда можно попробовать. Долго ждать не надо. Понимаете, проблема заключается в том, что раньше людям все это не надо было делать, потому что они жили на природе, понимаете. Природа сама лечит. Они работали физически в течение дня. Они желали и так всем счастья, потому что была такая культура. Сейчас мы смотрим, вот вы идите сейчас в метро, поймете о чем речь. Люди все нахлобученные, всем тяжело. Никто ничего никому не желает. Понимаете? Природы кругом нет, каменные джунгли. Понимаете? Нет силы, нет возможности дышать. Наш организм должен дышать не только асфальтом, понимаете. Асфальт не дает здоровья. Дома каменные не дают здоровья. Деревья дают здоровье. Почему надо к деревьям вставать, становиться и вызывать у соседей насмешку? Почему мы должны рисковать своей репутацией? Так, вот начала ходить на лекции Олег Геннадьевич. Видите, какой результат? Стоит возле деревьев теперь всегда. Скоро уже в домик неизвестного архитектора поселим. Нормально? Сейчас давайте дойдем до него. Беременным не надо. Будьте осторожны. Не, не надо. Будьте осторожны. Подождать, да. Не надо. Не рискуйте молоком. Попаститесь, можете потерять молоко. Не надо. Это такая организм настроен. Аккуратненько с ним обращайтесь. Вы беременная, кормящая, не нужна. Итак, входить-выходить хороший вопрос. Входить просто. Вот вы проснулись и не кушаете, пьете водичку. А выходить нужно легкой пищей. Очень аккуратно. У каждого человека своя легкая пища, но в целом я вам расскажу, что можно назвать легкой пищей. Те продукты, из которых вы можете выбрать. Это тушеный шпинат, очень легкая пища. Финики, очень легкая пища. Бананы, очень легкая пища. Потом дальше авокадо, легкая пища. Разбавленный кефир водой. Это легкая пища. Ну, два раза где-то. Два раза. Вот. Потом легкой пищей является ну, у нас нет папайя. Очень легкая пища. Это первое питание. Моно, монопитание. Одним продуктом. то есть или финики, или бананы, или, допустим, тушеный шпинат. Зелень вот эта, шпинатная, она очень, она очень легкая. Это самая легкая пища. Дальше это может быть ну, вот такие продукты. Вот такие. В основном. Еще может вы что-то мне добавите? Гречка с молоком, да? Гречка с молоком. Нет, с молоком именно, да, с молоком. Легкая пища для кого-то, да, можно гречку добавить, согласен. Не чисто гречку, а вот или, да, с молочкой, даже рано утром, да, с молоком, пока солнце не взошло. или гречка с кефиром может быть днем, да, разбавленная, протушеная как бы гречка такая, мягкая пища такая. Чистая гречка нелегкая пища. В соединении с молочным продуктом уже легкой становится. Свекла нелегкая пища, яблока нет. Дальше. Огурцы нелегкая пища. Кабачки могут быть легкая пища, да, кому-то может. Можно пробовать тушеные кабачки, выходить с поста, кому-то можно. Кому нравится такой продукт? А? Капуста квашеная Капуста квашеная нелегкая пища. Творог Творог тем более. А масло Масло лучше не добавлять при выходе из поста. Печеные помидоры вообще нелегкая пища. Чай это опасно для здоровья пищи. Там содержится кофеин. Иван чай нормально? Иван чай нормально? Зеленый чай можно, можно, но не нужно. Чай лучше не пить. Там кофеин содержится. А если чай ферментированный, черный чай, зеленый это просто чай, да, и сферментированный чай, то есть подгнивший, там уже ЛСД еще содержится. А пить нечего, есть только чай. Больше, кроме чая, ничего нет. Чай, кофе, все, больше ничего нет. Нечего пить. Я не знаю больше никаких трав на земле, растений. А если травы почему нельзя травы? Кто сказал, нельзя? Вам нельзя? Почему нельзя? Мяту можно? Кто исключил и зачем? в том